МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент также поручил правительству увеличить грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований на 3 миллиарда тенге ежегодно. Кроме того, глава государства отметил, что необходимо сделать науку и образование еще более доступными для всей молодежи. Издание приводит несколько цитат главы государства. Давайте послушаем одну из них, о чем же говорил президент. Активное содействие молодым ученым имеет большое значение. Время показало, что мы приняли верное решение, когда учредили программу «Болошак» в самое трудное время для нашей страны. Мы не могли платить пенсии старикам, не было денег в казне, не могли платить зарплаты учителям, врачам, даже армии. Несмотря на это, мы стали направлять молодежь в лучшие вузы мира, и государство платило за каждого в год от 30 до 50 тысяч долларов. Ну а следующая новость у нас с первой полосы индустриальной караганды, свежего номера газеты. Третий год подряд в областном центре, пишет журналист Самал Ахметова, по приглашению Назарбаев интеллектуальной школы приезжают студенты из Технологического института Массачусетса. Получается, они вместе проводят практические курсы по химии, биологии, физики и робототехники для учащихся 10-х классов на английском языке. В этом году в НИШ приехали три зарубежных студента, двое из которых изучают дисциплины, связанные с аэрокосмической отраслью. Ну а Кастанайские новости также сообщают новость касательно молодежи, касательно сферы образования. В Кастанай становится модной гидропоника снова. Для ее развития выдают гранты, открываются школьные лаборатории, сообщается в публикации. Все началось с научной работы, которую написали ученицы 10-го класса, рассказывает журналист в своем небольшом материале. Они начали исследовать гидропонику как эффективный метод выращивания растений. Действительно эффективный, если, допустим, мало места, очень много для того, чтобы вырастить у себя даже на подоконнике овощи, места действительно не нужно. Школа закупила мини-оборудование, и потом из бюджета выделили деньги на целую лабораторию, которую построили. Вот цитата о том, почему гидропоника стала популярной. По словам педагога, этот метод решает сразу несколько глобальных проблем. Нехватку воды, продуктов и ресурсов. Не зря гидропоника так развита именно в Китае, где у людей нет возможности иметь большие участки для собственного хозяйства. Просто потому, что людей слишком много. Выход выращивать дома, в воде. Другой лидер по распространению метода – Израиль, который славится системным подходом и рациональностью. Ну, здесь стоит отметить, что авторы публикации также подчеркивают, что если лаборатория в школе – это скорее вклад в будущее, достаточно значимый, я от себя хочу добавить, то мини-фирма Татьяна Горбач – это уже реальность. Девушка выращивает лук и салат с помощью гидропоники в отдельно взятом помещении села Октябрьского Кастанайского района. Закупить оборудование у нее получилось благодаря безвозмездному гранту в 1 миллион тенге. Давайте послушаем о том, как сейчас работает, так сказать, предприниматель и какие перспективы у нее есть в будущем. По правилам первые полгода продукция идет на боготворительные цели. Сейчас зелень, которую вырастила Татьяна, развозят по домам пенсионеров. С февраля она может реализовывать свой урожай. Девушка планирует начать сотрудничать с ресторанами и поставлять туда лук и салат. Хочет Татьяна освоить еще одно направление гидропоники – выращивать цветы. Правда, тюльпаны и розы требуют более трепетного внимания, чем лук и салат. Все новости сегодня, как вы могли догадаться, касательно образования, касаются молодежи. Так вот, качество образования – залог профессионального будущего для любого ребенка. Но это знают все. И портал «Лада» публикует небольшой анонс. 14 февраля в Актау состоится выставка «Международное образование». Если вы находитесь в Актау или в регионе, обязательно ее посетите. И ее участники узнают, как стать студентом зарубежного вуза, в чем заключается специфика обучения, как подготовиться для поступления, где это можно сделать, а также много-много еще интересной различной информации. Давайте послушаем о том, какие страны будут принимать участие, представители каких стран будут принимать участие в этой выставке. Представители зарубежных университетов, институтов, колледжей и агентств по обучению зарубежом расскажут о своих программах и ответят на вопросы гостей. Страны, которые будут представлены – США, Чехия, Казахстан, Канада, Россия, Польша, Малайзия, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Северный Кипр, Кыргызстан и многие другие. На выставке ждут старшеклассников, а также их родителей, студентов и молодых специалистов. Вход, говорят, будет бесплатный, однако следует помнить, напоминаю, что для того, чтобы войти на выставку, необходима предварительная регистрация. Но о том, как это сделать, вы сможете уже найти на портале, ссылку небольшую на портале газеты «Лада». К этой минуте у меня все. Вера, слово передаю тебе, а нашим телезрителям желаю плодотворного дня. Спасибо большое, Марк. Это был Марк Брюшко с обзором прессы. А мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова